В Москве дали ответ на угрозу Зеленского выйти из Минского соглашения. Подготовка к новому саммиту Нормадской четвёрки с участием президента России, Украины, Франции и канцлера Германии может затянуться на неопределённый срок. Предложение российского лидера Владимира Путина о том, что Москва и Киев имеют общий потенциал стать глобальным конкурентом для Европы, вызвало резкий упрёк со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Ранее Путин высказал мнение, что Россию и Украину намеренно растаскивают из-за опасности создания глобального конкурента в Европе. «Никто этого не хочет, поэтому будут делать всё, чтобы нас растаскивать», — сказал глава государства. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, условия Москвы для созыва новой нормандской встречи в выполнении Киевон договорённостей, достигнутых на Делькапском саммите в Париже. Угроза президента Украины Владимира Зеленского выйти из нормандского формата, если боевые действия на Донбассе не прекратятся через год, выглядит странно, поскольку Киев сам не выполняет условия по деэскалации, — указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам. Владимир Джабаров. Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова ответила президенту Зеленскому на его угрозы о выходе из Минских соглашений удобным образом. «В общественном транспорте на окнах запасного выхода написана инструкция. Вырви шнур, выдави стекло. Можно, конечно, немного перенести пункты. Выйти не получится». Более грубо прокомментировала поступок действующего президента Украины политический аналитик Елена Маркосян. «Зеленский написал, что через год он выйдет из переговоров с Россией. Если... Мне интересно, и что? Ну, выйдет. И что дальше?» «Испугал, блин, ежа голой задницей. Я понимаю, что послы напряглись от демонстрации Вовочкиной страсти по суверенитету, но, может, не надо их так настойчиво успокаивать?» «Через год эти послы будут гадить на голову Зеленскому откровенно и мощно, независимо от того, куда он войдет, откуда выйдет. Россия не отступит». «Если наш президент этого не понимает, то может хоть сейчас выходить на радость Петя. Тоже мне фигура». Замглавы Комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водоладский предупредил, что саботировать соглашения по Донбассу Киеву не позволят другие участники саммита – Германия и Франция. Депутат также напомнил, что личные планы президента Украины не предусматривают общение с ДНР и ЛНР. «Если киевская риторика и планы будут воинствующими, никакого прорыва не будет, и Зеленскому через год придется либо опровергнуть свои слова, либо разорвать все отношения и полностью отказаться от Донбасса», – спрогнозировал член Нижней Палаты. За день до этого Зеленский выразил надежду на проведение новой встречи Нормандской четверки в апреле, а также обмена пленными самопровозглашенными республиками Донбасса в марте. Мешками вывез награбленное в Израиль. Соратник Порошенко сбежал, получив другое гражданство. Александр Грановский, который был депутатом БПП и одним из ближайших сторонников экс-президента Петра Порошенко, выехал из Украины летом 2019 года. Удалось ему это сделать по информации пранкера Джокера, получив визу репатрианта через консульство Израиля в Одессе. В конце августа 2019 года он получил статус гражданина Израиля. Об этом пранкер сообщил в своем телеграм-канале. «Пока прокуроры Холодницкого старательно сшивали дела по Грановскому, а Рябошапка просиживал штаны и терял его из виду. Мне удалось кое-что достать», – написал пранкер и опубликовал скан документов от 29.08.2019 года и информацию о Грановском. Напомню, Александр Грановский – первый из соратников Порошенко, покинувший Украину в конце августа 2019 года. Он получил визу репатрианта через консульство Израиля в Одессе, а 29.08.2019 года он въехал в Израиль и получил статус гражданина Израиля. И, конечно же, увез с собой много денег украинских налогоплательщиков. «Удачной охоты, господа прокуроры! Теперь вам будет с чем обращаться в Интерпол. Ловите!» Говорится в сообщении Джокера в Телеграм. О том, что у Грановского есть гражданство Израиля, ранее уже сообщал бывший нардеп Сергей Лещенко. Ранее в СМИ также фигурировала информация о том, что экс-народеп Грановский получил 18.08.2019 года въездную израильскую визу категории «Алия», которая дает ему право на гражданство. Он получил визу, когда еще официально был народным депутатом Украины. Тяжелые времена сейчас переживает и сам экс-президент Украины. Пока его адвокаты отчаянно пытаются добиться прекращения уголовных производств в отношении своего клиента, в сети активно комментируют последний допрос Петра Порошенко в ГБР и высказывание о политических мотивах преследования главы партии ЕС. Интересными мыслями по этому поводу поделился известный журналист Юрий Ткачев в своем Телеграм-канале. Тезис о политическом преследовании Петра Порошенко активно разгоняет парахаботы. Однако это неправильно называть политическим преследованием. Порошенко хотят посадить, потому что за время пребывания у власти он натворил дел. Из-за них он уже потерял власть. Теперь же он должен предстать из-за них перед судом. То есть дела против него возникают не потому, что он в оппозиции. Это он в оппозиции из-за того, что против него есть вот такие дела. На Майдан стаскивают покрышки люди в балаклавах. Чернобол выдвинул ультиматум без возможности выбора Зеленскому. Немедленно уволит заместителя директора Государственного бюро расследований ГБР. Александра Бабикова. В ультимативной форме от президента Украины Владимира Зеленского потребовала бывший депутат Верховной Рады Татьяна Черновол 5 марта. В видео, размещенном на YouTube. Группа поддержки Татьяны Черновол, некоторые из них были в балаклавах. Принесли на Майдан покрышки. По их словам, Александр Бабиков очерняет Майдан и память его героев. Переписывает украинскую историю в угоду Москвы. Экс-депутат потребовала немедленно в 9 часов утра провести увольнение. Если этого не произойдет, тогда Зеленский повторит судьбу Януковича, обещала Татьяна Черновол. Мы победили Януковича, победим любого, кто ведет нашу страну к капитуляции. Поэтому я сейчас ставлю условия Зеленскому. Немедленно уволит заместителя руководителя ГБР Бабикова. Человека, который собирается переписывать историю Украины в угоду Кремлю. И выбора у Зеленского нет. Не выполнит, закончит так же позорно, как закончил Янукович. Для проверки выполнения их требований в 9.30-10.30 в московское время, сторонники Черновол придут к зданию ГБР. Для убедительности группа поддержки принесла автомобильные покрышки на площадь. Экс-деп сообщила, якобы имеет информацию, что под руководством Бабикова следственные группы работают над тем, чтобы посадить Майдана в цех. В том числе я имею сведения и о том, что в отношении меня готово подозрение за Майдан, и выбирается удобное время, чтобы мне его вручить, взять меня под стражу, сказала Черновол. Она также заявила, что попытки нынешней власти развернуть историю в угоду РФ не пройдут. Мы сильнее, потому что на Майдане мы готовы были быть мучениками, но не палачами. На Майдане мы были готовы пожертвовать своей жизнью и отдать все, поэтому мы победим, заявила бывшая нардеп. На акцию также пришел один из участников Майдана, с которым у Черновола и ее сторонников случилась перепалка. Он спросил Татьяну Черноволу, не тошнит ли ее от того, что она говорит, за что он рвался на критику со стороны Татьяны. В частности, мужчину стали обвинять в том, что он говорит на русском языке, а также спрашивать, почему он стоит по другую сторону баррикад, если он был участником Евромайдана. Ему задали вопрос, готов ли он снова выйти на Майдан. На это крымчанин ответил, что готов, если будет причина. Это вызвало негодование у собравшихся, так как, по их мнению, причина и сейчас есть. В итоге у мужчины спросили, чей Крым. Ответ, что Крым украинский, сторонников Черновола не удовлетворил, и они стали обвинять, что у их оппонента мутные глаза. Напоминаем, что неприятие у националистов Александр Бабиков вызвал своим заявлением, что расследует до конца, кто же стрелял на Майдане в 2014 году. Первое решение и скандал Шмыгаля о воде, Крыме и украинцах. Новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что там живут украинцы, а Крым – это Украина. Прямая речь. Вопрос подачи воды в оккупированный Крым – это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые находятся в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе. Там живут украинцы, мы не перекроем воду для украинской нации. Позже на странице в Facebook премьер написал, что формат ток-шоу не лучший, чтобы обсуждать сложные вопросы. И что главный тезис о невозможности подачи воды в Крым в нынешних условиях потерялся в студии. «Мы хотим помогать этим людям, мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них. Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям, и воду, которая пойдет на военные базы, невозможно. Этот тезис потерялся в шуме студии. Позиция остается неизменной. Мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого. До деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины», – написал премьер. Он снова повторил тезисы во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Отвечая на вопрос народного депутата от «Голоса» Юлии Клименко по поводу его заявления сначала о том, что вода на полуостров должна поставляться, а затем об опровержении в социальных сетях, Шмыгаль заявил, «Я вчера очень четко высказывался относительно поставок воды в украинский Крым. Мы не будем поставить воду для промышленных и военных объектов. Воскратительный знак. На этом ставим точку. Мы будем поставить воду в случае необходимости или гуманитарной угрозы украинцам. Для хозяйственных нужд, для питья. Хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутылями. Мы должны это обеспечить. Это наша обязанность перед нашими украинцами». Эти слова часть сессионного зала восприняла неодобрительно, а часть поддержала аплодисментами. Шмыгаль еще раз подчеркнул, «Мы не говорим о возобновлении промышленной поставки воды и призвал не манипулировать такими вещами». Напомню, что до 2014 года около 85% потребностей жителей Крыма в воде обеспечивал Северокрымский канал, вода по которому шла из Украины. Но после аннексии Крыма России Украина прекратила поставки воды. Украинские власти неоднократно делали заявление о том, что водоснабжение аннексированного полуострова будет возобновлено только после деоккупации. Костюмов у меня явно больше, чем у них яиц. На Максима Бужанского было совершено нападение. В Киеве было совершено нападение на народного депутата от фракции «Слуга народа» Максима Бужанского. О происшествии политик сообщил на своих страницах в социальных сетях и отметил, что знал заранее о нападении. По его словам, в 16 часов он узнал, что на него готовят нападение после эфира в ток-шоу «Народ против». В 16 часов меня предупредили, что готовится провокация после вечернего эфира «Народ против». И верно. В 12.30 толпа персонажей человек 35-40 с битами, представившихся ветеранами полка АЗОВ и прибывшие на автомобилях АА-1154ХИ, Митсубиси Л-200 черный, АА-0714ХА, белый Мерседес-спринтер, с помощью нескольких яиц одержал убедительную победу над моим костюмом, сообщил Бужанский. Совершённое нападение не вызвало отрицательной реакции депутата. Произошедшее он прокомментировал спокойно и с иронией. «Костюмов у меня явно больше, чем у них яиц. Я имею в виду, у меня у одного, чем у них всех 40 вместе взятых. Переживаю. Не испугались ли ребята? Всего-то четыре десятка. Вот так взяли и решились на такой отчаянный шаг». Позже ряд украинских СМИ попытались взять у Нардепа дополнительный комментарий по этому поводу. Но тот отмахнулся, заявив, что ему просто нечего комментировать. Он также ясно дал понять, что заказчиком нелепой ситуации считает экс-генерального прокурора Руслана Рябушапку. «Руслан Георгиевич, ну вам это всё равно не помогло. Я прав?» Своей реакцией на инцидент в социальной сети Facebook поделилась и ведущая программы «Народ против» Наташа Влащенко. Только что после программы ветераны полка АЗОВ так и не представились. Пытались задержать и оскорбить Макса Бужанского. Хотя Юрий Михальчишин говорит, что бойцы полка АЗОВ сейчас находятся в другом месте. Но, слава богу, камеры работают и мы будем знать, кто сегодня с пакетами молока и прочей хренью приходил к студии. «Всё это происходило, когда я переодевалась после эфира, но очевидцы рассказали, когда Макс уже уехал, бойцы-удальцы удивлялись, что он не испугался и быстро не убежал. Да потому что, в принципе, не боится вас. И вы это знаете. Заказная антибригада», – отметила Влащенко. Напоминаем, что, несмотря на то, что посольство Соединённых Штатов Америки в Украине заявило об ожидании встречи послов стран Большой Семёрки с участием генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки, депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский зарегистрировал в парламенте постановление о выражении недоверия генеральному прокурору, которое привело к ускоренному отправлению в отставку последнего. САП сообщили о связи экс-помощницы нардепа Грановского с махинациями на 93 млн грн. Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении доверенному лицу экс-нардепа и ещё трем участникам преступной схемы, которая нанесла Одесскому припортовому заводу ущерб на 93 млн грн. Как отмечает Сергей Лещенко, лицом, которому НАБУ вручили подозрения, является помощница бывшего депутата Верховной Рады и соратника пятого президента Украины Александра Грановского. Кроме Ольги Ткаченко подозрения также получили заместитель директора АО «Одесский припортовый завод», начальник отдела АО «Одесский припортовый завод» и владелец компании-нерезидента, участника коррупционной схемы. Сам Грановский отрицал, что имеет влияние на работу Одесского припортового завода, а назначение своей бывшей помощницы Ольги Ткаченко, членом правления, назвал абсолютно рядовым случаем. Как сообщалось в прошлом году в рамках расследования дела о возможной коррупции, при продаже Одесского припортового завода британской компании Newscom Estate Limited карбамида на 1,63 млрд грн с 5% скидкой, телефон Ткаченко был изъят НАБУ во время обыска на ОПЗ. В представлении НАБУ указывалось, что эта переписка в Вайбер может свидетельствовать о дальнейшем движении денежных средств компании Newscom Estate Limited, а также причастность должностного лица ПАО Одесский припортовый завод. При этом Соломинский суд Киева запретил НАБУ использовать вайбер-переписку Ткаченко как доказательство в уголовном производстве. В настоящее время у группировки инкриминуется часть 2 статья 28 «Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией» и часть 2 статья 364 «Злоупотребление властью или служебным положением УК Украины». Следствие установило, что в марте-декабре 2015 года доверенное лицо Нардепа организовало схему, по которой Одесский припортовый завод продавал минеральные удобрения заранее определенной компанией по ценам ниже рыночной. Согласно формульным соглашениям, частная компания якобы перепродавала продукцию предприятия иностранным компаниям из реального сектора экономики по рыночным ценам. Хотя на самом деле поставки продукции осуществлял непосредственно Одесский припортовый завод. В результате ОПЗ не получил доходов на сумму около 93,3 млн грн. Ранее Игорь Белоуз заявил, что стартовая цена Одесского припортового завода не должна превышать 150 млн долларов. Уже в августе госслужащий отмечал, что оценивает рыночную стоимость ОПЗ в 400-450 млн долларов. Сейчас должностные лица Одесского припортового завода задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.